приветствуем всех кто присоединился к нам сегодня на этот урок сегодня мы будем читать третье слово из книги слова я думаю что многие дочитали его но даже если читали говорится повторением отлучения на смена рахмана рахим я его на су а буду если желаешь понять какой великой прибыльной торговли каким счастьем является поклонение всевышнему аллаху и каким колоссальным убытком и крушением является грехопадение и распутство обратись к этому сравнительную сказу и послушать то есть у нас есть две вещи на первая вещь это поклонение всевышнему вот в этом аяте говорится об этом да я и у нас у а буду о люди поклоняйтесь вашему господу вашему создателю это аят корана это прямое повеление коран но здесь надо понимать что используется слово арабское убудия убудия оно немного имеет более широкий смысл чем русское слово поклонение когда мы говорим поклонение это подразумеваем мы там намаз пост молитву и т.д. но арабский термин убудия имеет более широкое значение он означает повиноваться всевышнему повиноваться его повеление его закону и в это понятие входит не только совершение намаза поста там выплата закята хач да они входят так как они являются повелением всевышнего ну помимо этого еще уходит и другие вещи да которые охватывают всю нашу жизнь и это состоит из двух главных как бы частей первое это следование повелением всевышнего а второе это отстранение от запретов так вот убудия состоит из этих двух частей следование тому что повелел всевышний и отстраняет того что он запретил так вот здесь в этом слове третье слове книги слова краски будет описываться что прибыль какая есть прибыль в том что аллах повелел следовать когда мы следуем этому убудии поклоняемся как бы да то есть повинуемся и какой убыток в грехопадении и распутствие то есть в неподчинении запретом всевышнего ослушание на ведь грехопадение ослушание какой там убыток то есть с одной стороны есть прибыль а здорово есть убыток и крушение и так как всегда в рис аль-нур здесь будет даваться пример рассказ а потом на примере этого рассказа будет уже объясняться сама тема из действительности из реальной жизни и так однажды два воина получили приказ следовать в один далекий город они отправились в путь и шли вместе пока дорога не раздвоилась на развили на дороге они увидели человека который сказал эта дорога справа помимо того что совершенно безубыточно 9 из 10 путников отправившись по ней извлекут великую пользу и обретут покой а та дорога слева кроме того что бесполезно 9 из 10 ее путников понесут убыток и к тому же протяженность обеих дорог одинаково разница лишь в том что путник левой дороге являющийся беспорядочной и заброшенной следует без сумки без оружия он почувствует какую-то внешнюю легкость обретет мне мы на покой а путник правой дороге с воинской дисциплиной обязан нести с собой сумку весом в 5 килограмм полную питательных экстрактов и исправное казенное оружие весом в два килограмма которые свалят с любого противника и так что мы имеем мы имеем два воина да их направляют в путь цель достичь такой-то город населенный пункт и они выходят и по пути дорога у них раздваивая получается две дороги правая дорога и левая и на середине посередине дороги стоит он человек который им объясняет в чем разница этих двух дорог ну у нас тоже будет если куда-то едем идем да смотришь есть две дороги ты конечно же спросишь в чем разница этих дорог на вот но обычно бывает куда-нибудь едешь например да есть платная дорога и бесплатный на обычно бесплатно дорога кажется что там ты как бы и платишь ничего но там в итоге ты теряешь намного больше и времени и бензина и так далее давить также и тут он им стал то что получается есть правая дорога и левая дорога на одной дороге нету никаких убытков 9 из 10 человек они достигают цели но там есть условия нужно следовать закону следовать порядку и нести с собой груз с виду это как-то скажем тяжело да следовать надо каким-то правилам закону нести рюкзак там оружие но действительности это дает легкость человеку причем потому что у него с собой и еда есть и провизия и одежда и оружие которые его защищают и так далее давить а левая дорога там нету никакого закона правил нету да и сумку нести не надо не рюкзак не оружие с виду это легко типа как хочешь так идешь но в результате ты останешься голодным холодным тебя не будет оружие которое вы тебе защите его давить и так далее то есть на этой дороге 9 из 10 людей терпят крах знаете и так это разница двух этих дорог после того как оба воина выслушали слова этого человека счастливый воин пошел по правой дороге взвалив на плечи и спину полупудовую тяжесть то есть он что взвалил на спину рюкзак и оружие на плечо повесил и пошел по правой дороге но его сердце и душа избавились от тысячи пудов чувства обязанности и страха то есть он уже не перед кем не обязан никому не они попрощается не не попрошайничать не обращается потому что у него есть все с собой у него есть сумка рюкзак которым есть необходимые вещи на все и есть оружие который его защитит другой же злополучный воин оставил воинскую службу не пожелал соблюдать порядок он отправился по левой дороге его тело избавилось от полупудового груза тяжести но его сердце терзалось от тысяч пудов чувства обязанности а душа от многочисленных страхов он шел перед всеми унижаясь всего боясь и дорожа от страха перед всяким событием и явлением и достиг наконец место назначения а там подвергся наказание за неправильное виновение и и дезертирство на второй бой пошел по левой дороге там нету не сумку нести не надо не оружие нести не надо ни порядка нету незаконный от уйдешь себе как хочешь да но он перед всеми боялся он дрожал не было у него ни или ничего ко всем обращался и так далее а в результате он же воин его же направили в результате он получил еще и наказание за то что он как бы стал дезертиром получает оставил оружие там рюкзак и так далее но те кто служили в армии знают что это такое а воин же следовавший по правому пути который любил дисциплину сохранял свою сумку и оружие не прося ничьей милости никого не боясь с спокойным сердцем и совестью следовал по своему пути и достиг наконец того же жиланого города а там получил награду достойную честного воина как следует исполнившему свой долг и так на этом заканчивается рассказ с чего начиналась наша тема наша тема начиналась с того что есть понятие у будет повиновение всевышний то есть следование его приказом и отстранение от того что он запретил и в этом есть огромная польза для человека а если он не будет следовать повелением и и будет совершать то что запретил всевышний то в этом есть страшный убыток и крах чтобы это объяснить тут устал знал заман в этой теме приводит нам сравнительный рассказ которым только что прочитали с вами давид есть два воина есть две дороги правая и левая на одной есть порядок нужно нанести сумку оружие следовать каким-то правилам закону а на левой стороне нету порядка ни закона ничего нести надо с виду ты как бы свободен идешь на легке но безопасности нету никакой ни еды не проведение сегодня у тебя нету вещей на ты постоянно идешь и дрожишь то есть вот такая вот разница между правой и левой дорогой и так на этом рассказ заканчивается и мы сейчас будем проецировать этот рассказ на нашу реальную жизнь и так о мой непокорный нас знай же те два путника один из них повинующиеся божьим заповедям а другой это непокорные всевышнему и под вас подвластные страстям люди то дорога это жизненный путь который берет начало от мира душ проходит через могилу в потусторонний мир охрат это сумка и оружие это поклонение всевышнему и благочестие несмотря на то что в поклонении существует внешняя обременительность однако в его сути есть необъяснимые успокоение и облегчение дело в том что поклоняющийся всевышнему человек говорит в своей молитве аж хаду аллах иллах то есть кроме него кроме всевышнего аллаха нет другого творца и кормильца польза и вред в его руках он и мудр напрасного деяния и не свершит и милость его милость и доброта безгранична и вследствие такого убеждения во всем находит врата сокровищницы божьей милости и стучится в нее молитвой кроме того все окружающие он видит повинующимся повелением своего создателя ищет у него защиты упавая на всевышнего и полагаясь на него противостоит любой беде его вера обеспечивает ему полную уверен уверенность спокой и безопасность знаете и так значит получается тут был рассказ и теперь мы его проецируем на нашу жизнь да и в рассказе было два воина которые вышли в путь на один из них подчинился закону и порядку и пошел по правой дороге а второй нет так вот первый который пошел по правой дороге символизирует людей которые повинуются всевышним а второй тот как сам гон который пошел по левой дороге по левому пути он символизирует людей которые не повинуются законам всевышнего и наоборот повинуются своим страстям люди дорога что такое дорога в этом примере это жизненный путь который берет начало из мира душ человек из мира душ приходит сюда в этот мир живет тут потом уходит из этого мира через хабр уходит в иной мир в охране это такой очень длинный путь который проходит человек этот путь значит каждый из нас проходит либо по правой дороге либо по левой то есть его правой него лево каждый из нас проходит на путь что же такое сумка и оружие это повиновение всевышнему этот вот описывается очень такая важная вещь в примере было сказано что то что по правой дороге он идет и ему нужно нести сумку и оружие это дает с виду какую-то тяжесть но в результате дает облегчение почему потому что он спокоен и уверен в себе у него есть оружие который его защитит и сумка в которой есть все необходимы также и поклонение всевышнему то есть повиновение ему это тоже с виду имеет какой-то тяжесть то есть надо что-то делать соблюдать что-то надо давить читать намаз держать пост себя ограничивать в чем-то отстраняться от чего-то да с виду какой то есть груз такая тяжесть но в результате человек обретает легкость безопасность и уверенность как вот тут вот объяснялось давить несмотря на то что в поклонении существует внешняя обременительность однако в его сути есть необъяснимое успокоение и облегчение дело в том что поклоняющийся всевышнему человек говорит своей молитве ащаду аллах иллах иллах то есть что говорит человек что это означает ащаду аллах иллах иллах да какой у вас смысл кроме него всевышнего аллаха нет другого творца и кормилец польза и вред в его руках он и мудр напрасного деяния не свершит и милостив его милость и доброта безграничных это очень важное убеждение вследствие этого убеждения человек во всем находит ворота сокровищницы милости аллах стучится в нее посредством 2 кроме того все окружающее он видит повинующимся повелением всевышнего аллаха ищет у него защиты уповая на него и полагаясь на него противостоит любой беде и опасность его вера обеспечивает ему полную уверенность до источником всего истинно благого и доброго мужества и смелости является иман поклонение всевышнему а также как всякого рода зла и греха источником трусости является что заблуждение то есть получается иман и поведение всевышнего аллаху она дает человеку смелость и уверенность потому что он знает и понимает откуда пришел этот мир куда уходит из этого мира кто его привел сюда и кто всем этим управляет он все это понимает а второй у которого нету имана заблудший человек он ничего этого не знает он находится в незнании да поэтому у него нету почвы под ногами поэтому у него нету причины какого-то средства чтобы не бояться быть уверенным и чувствует себя в покое и безопасности у него нет да если земля взорвется как бомба возможно что это не напугает духовно просвещенного поклоняющихся своему господу человека напротив он с неким восхищением будет созерцать дивное божественное могущество однако какой-нибудь заблудший философ расцениваемый как один из гениев мысли увидев на небе комету будет трепетать на земле интересно а не столкнется ли это шальная комета с нашей землей подумает он и его охватят беспокойство и сомнения однажды из-за подобной кометы трепетала вся америка на многие в ночное время покинули свои дома то есть этот вот иман понятие это дает человеку такое убеждение убежденность да и он не будет его пугать и страшить даже комета да не комета не землетрясение ничто ну что он видит и знает то что все эти явления все эти процессы они происходят по повелению его попа создателя а второй человек который не верит у которого нету этого имана забудший каким бы он грамотным философом гением там не был да у него нету этого знания этого понятия он думает что все происходит в этом мире самому по себе он не видит что всем этим управляет один создатель поэтому для него все вселяет ему страх и сомнения да кроме того что человек нуждается во многом его капитал близок к нулю помимо того что он подвержен научительным бедам его возможности ничтожно ничтожны пределы объема его капитала и возможности едва лишь таковы насколько смогут достичь его руки однако же его стремление желание беды и страдания настолько безграничны насколько смогут достичь их пределы взор мечты насколько возможно вообразить друзья чтобы иметь доступ к книгам риса лейнур аудио видео и актуальному интересному контенту переходите по ссылкам в описании или по qr-коду на вашем экране вносите свой вклад в распространение ислама и укрепление имана человек не являющийся совершенно слепым увидеть и осознает насколько великой пользой благополучие милостью для беспомощной слабой бедные нуждающиеся души человека являются поклонение всевышним аллаху упование на него и вина божия и покорность известно что если имеются два пути то предпочтение будет оказываться более не безубыточным если даже эта безубыточность с одной вероятностью из десяти между тем путь служения поклонения всевышним аллаху являющийся рассматриваем нами вопросом помимо того что является безубыточным на нем с вероятностью девяти из десяти имеется сокровищница вечного счастья а под же греха и распутство помимо того что является даже по признанию самого грешника то невыгодным на этом пути с девятью десяти из десяти вероятности имеется ужас вечных мух и страданий что как общепринятая истина и твердое историческое свидетельство является установленным и определенным по свидетельству и сообщением множество пророков и святых ну тут как бы принципе все ясно то есть даже люди которые не религиозные даже они любого спроси они все знают это как общепринятая истина факт на то что грехи и распутывать дальний к чему хорошему не приведут даже уже тут здесь в этом это мы видим до болезни тюрьмы там лишение и так далее все уже здесь в этом мире происходит результат это не говоря уже о муках и страдания которые будут там а другой путь повиновения всевышним аллаху но который мы рассматриваем вот этим он и в этом мире сохраняет человека от различных опасностей и в ином мире дает ему спасение и в этом мире человеческая душа и психологии они обретают покой и уверенность поэтому человек и в этом мире уже видит как бы полезные результаты этого повиновения одним словом счастье и благополучие как в ином мире так и в этом земном мире заключается в поклонении служение и покорности всевышний аллах стало быть мы всегда постоянно благодарит а love was a Bangl ar-о姐сти и привез нас аль-хамдулillahi аля дарти ваатт-о в пильamb kalain ила деатри на interested in nakedowner а Kol 전 Well what 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 11. wild